Сегодня мы едем на бешеном шри-ланкийском автобусе из Унаватоны в город Гале. Здесь он зовется Голь. Едем примерно минут двадцать. Вот так выглядит автобус внутри. Техника безопасности отсутствует напрочь. Смотрите, какой переключатель скоростей какой-то. Но зато все в масках. За этим очень строго следят. Едем мы в старинный форт. Оконечная остановка и идем сейчас в форт. Крепость интересует не только туристов, но и местных. Находим в арку. И как нам сказали прохожие русские товарищи, левее-левее мы обойдем все достопримечательности. Все, мы левее взяли и идем. Первое укрепление для защиты города в середине шестнадцатого века построили португальцы. Потом его захватили голландцы. И вот то, что уже голландцы достраивали, вот это и дошло до наших времен. Да. А, ну вот здесь вот вход. Мы туда пойдем, конечно. Наша Мэри Поппинс вылезла на стену и обещает улететь. На территории форта расположен целый город. Здесь храмы, жилые и административные постройки, маяк, тюрьма, большие музеи. Голова прям кружится. Однажды бог послал вороне кусочек рыбки. И она от нас улетела. Сергей тут решил пострелять. Это ты думаешь, так стреляет она? Нет, это ее так вот двигают туда-сюда. Ну так, двигай тогда. Селится, ну да. Она весит 300 тонн. 300 тонн весит? Ну не 300, конечно, поменьше. Ты что, жилые? Ты чугун. Сереж, чугунная. Ты посмотри, какая толстенная. Это бухта. Нет, это... Не знаю. Мне хочется верить, что она настоящая. Да, конечно. Ну классно тут, конечно. Мы приехали вот с той стороны, где часы. И вдоль этого залива ехали. А живем мы... Так, ну где-то вот... Далеко. Далеко, да. Далеко. Мы нашли план, как нам выбираться отсюда, видимо. Это... Это... Что, Гале думаешь? Или сам форт? Это нет. А, это форт в древности, да? Так вот таким он был. Нет, со строениями. Сейчас же строений никаких нет этих. Остались... Остались стены, а все внутри-то... Дома-то есть? Ну это же не эти дома. Да, ну нет, это не может быть такого. Идем дальше. В общем, мы только в начале пути. Да. Еще прошли. Мы уже все. Придомились, усели отдохнуть под этим красивым деревом. Покажу. Видите, где? У него ствол. Посмотрите, Сергей какой, да? И там вот этот ствол рядом. Да, ты не маленький такой. И вот идет ствол, да. Вот смотрите, куда. Вдаль. Еще у них интересный вот эти... Вот ствол, вот порос вот этим... А? Вьюцы. А, вьюцы? Это вьюные такие по нему? Это не вросшие? Нет. А, и он покрыт вот таким вьющимся растением каким-то. Скупаться можно? Ну, можно было. Это маяк. Да? Маяк. Морской. Ну, наверное. Специально. Это бывает. Может, для самолетов. Маяк-то молодой вообще, 938 год. Я думала, он прям старинный. А с пальмой красиво смотрится. Здесь из форта Гале мы увидели вот этот многоэтажный лассат-оспи-отель, который на нашем, на нашей Унаватуне. Пагода белая. И там кусочек, кусочек там виднеется, джангл-бич. Вот здесь прям видно хорошо, как защищают рифы от берега. Вот волны, да, нет? С высоты хорошо видно. Как там, тапочки в ряд, звездочки в ряд. Жалко, мы вот этого товарища не увидели. Он, оказывается, прыгает. 15 долларов. Он, ну, нет, мы верим тебе. Короче, он прыгает вон туда, в эту вот воду страшную. Представляете, там скалы. Ну, там, видимо, там глубоко, наверное, да, Сереж? Да, конечно. А потом, как обезьяна, говорит, таращится вот сюда вот. Если бы мы кокос не пили, мы бы это увидели бесплатно. Вот мусульманские пения, красивые пейзажи океанические. Даже как-то не верится, что мы, правда, вот где-то зима. А мы, мы идем вдвоем под зонтиком. И тебе, и мне хорошо. Вот так вот выглядит элитная ланкийская недвижимость. Здесь живут местные богачи. У банка приличная такая отделка, а рядом с ним школа ободранная. А, это католический храм. Ну, бедененька, конечно, бедененька. Собор исторической благоматери не все равно. Возле этой церкви небольшой такой дворик. Милый, с цветущими лили-води. Здорово. Смотри, какие фикусы красивые. Смотри, там бы так вот, да? И чтобы зимой еще было так же. Можно пластмассовую поставить. Ну, точно. На территории форта, в основном, конечно, ювелирные лавки. Тут прям на каждом шагу. И в этих ювелирных лавках можно разменять доллары. Поменять. Но, когда нам надо было, мы ни одной вообще не могли найти даже. А сейчас вот, пожалуйста, на каждом шагу. А вот, кстати, слушай, ассортимент похож на Занзибарский. О, смотри. Ух ты, как интересно. Да. Почему случайно набрели на такой вот музей старинный? Смотри, какие эти сундуки, шкатулки, ключи. Ух ты, как... Ой, мы зашли в какой-то аутентичный дворик, прям совсем интересный. А это что такое? Весла? Весла такие, что ли, или что? Газетный текст вот так, и они там закрасили, заклеили. И вот получилась такая вот картина. О, пузо-то такое, смотри. Как у тебя. Прогулка по форту и колониальной части города произвела на нас очень хорошее впечатление. Было ужасно жарко. И оно в целом мы провели здесь два часа. И на обратном пути случайно зашли в чайную лавку. Нас вот поймали и повели вот по какой-то лестнице за чаем. Так, ну что? Какой гуд? Вот эти вот бопы, видишь, вот эти должны быть, эти три буквы должны написать. Так, это 920-950 прайси. А это... Именно в Гале, вот в таких магазинчиках, продается очень хороший недорогой чай. На любой вкус и цвет. Так, что у нас тут? А, black. Black. Это green, это black. Набрали мы чая, целый пакет. Тут дождик оказывается на улице. Музычка такая веселая. Здесь закончил свой жизненный путь мой старый зонт. Он сломался. Тайский. Это ему, наверное, года три. Он во все поездки у нас был взят и служил верой и правдой. Теперь мы купили точно такой же, с таким же серебристым внутром, для того, чтобы солнца не было. И он, смотрите, такой веселенький, оранжевый. Так что все, у меня новый зонтик. Так что все, у меня новый зонтик.